Куриные остовы, каркасы, поразум их называют. Сколько раз в день они кушают? Один раз. Один раз. Но досыто. Раз в неделю семья Понтяминых привозит в лесном мешке костей и мясо для питомцев несанкционированного приюта, который организовала местная жительница. Сейчас она в больнице, а собаки на произволе судьбы. Это Амур. Его спасли, он был переломан и попал в машину. Это дружок. Это дружок. Очень ласковый пес. Мы его отсадили из вольера, его там обижали. На произволе собаки давно. Хозяйка дома за несколько лет не установила забор, животных держала в вольерах высотой ниже собачьего роста, на участке был мусор. Соседи, уставшие от шума и вони, обратились в суд и выиграли с требованием ликвидировать приют. Но спустя полгода ничего не изменилось. А из-за болезни женщины кормить собак приезжают волонтеры. Они же навели порядок на участке и сколотили несколько будок. Из-за тесноты в вольерах одного песика загрызли. Волонтеры и выслушивают сейчас недовольных соседей. Вы ездите же, разыгрываете, вы же кормите собак. А вы хотите, чтобы они умерли с голоду? Просто уберите их отсюда. Куда? Я не знаю. Собаки добрые, стерильные, социализированные, не опасные для общества абсолютно, но не приспособленные к курсу. Сейчас здесь 59 собак. Большинство на привязи, но есть и такие, кто в свободном выгуле. И в принципе они могли спокойно отсюда уйти, но тем не менее остаются здесь. И так поступит большинство собак, если их отвезать, говорят волонтеры. И тогда непонятно, как исполнять решение суда, если отвезать собак, рассуждают люди. Получается, собак нужно куда-то организованно перевезти. Но вопрос куда? С весны 2023-го волонтеры ведут переписку с разными ведомствами. Так, в Краевом управлении ветеринарии им посоветовали обратиться в Ласку. В Ласке места нет, ответили в мэрии. А если волонтеры хотят создать центр, нужно обращаться в Управление имущественных отношений края. В последнем сообщили, что для размещения приюта рассматривают участок на проспекте Космонавтов 52М. Других вариантов нет. Есть брошенные дома, есть брошенные деревни, есть брошенные фермы. Да перевезите вы их туда и пусть, если они такие хорошие, пусть они кормят их там. Комитет считает целесообразным передать большинство животных новым владельцам или в приют для животных, либо в муниципальную собственность. Это же собаки города. Это же собаки города, собранные с улиц города. Их же никто не плодил специально. Поэтому я надеюсь, что нас услышат все равно. В молодой организации «Мы в ответе» пять волонтеров. Эти собаки – их единственные подопечные. За полгода они пристроили восьмерых песиков. Волонтеры не перестанут искать участок для приюта и обращаться к властям, но надеются найти добрых людей, которые подарят собакам дом, а не будку. Скажи, возьмите меня домой. Возьмите меня домой. Я буду вас любить. Анастасия Драган, Дмитрий Денисов. День с толком.